Субтитры создавал DimaTorzok Это весь горизонтовский комплекс Напомню, до весны 2014 года этот комплекс занимали клубы Армир, Акбар и Объединение Картинга А еще в одном ангаре базировался байк-клуб Пагабонд Еще с 2012-2013 года в среде воспитанников и преподавателей клуба входили слухи о том, что Горизонт хочет выкупить небезызвестный хозяин атома Чтобы возвести там то ли продолжение ТЦ, то ли еще один торговый центр ЦВР все слухи категорически опровергал и заверял обитателей комплекса в том, что выселять их из родных ангаров никто не планирует Армирцев, например, отговорили и от сбора подписей, и от создания петиции, и вообще от любой активности в эту сторону А весной 2014 года просто позвонили и сообщили, что им нашли новое помещение И дали две недели на переезд Вот так сразу, без какого-либо объяснения причин С тех пор уже пять лет здания комплекса пустуют и постепенно ветшают от времени Вопреки ожиданиям всех, после выселения никто не начал резко никакие строительные работы Даже расчистку территории не провели Просто посреди города стоит заброшка, в которой беспрепятственно лазают дети, что для них, конечно, небезопасно И простаивает перспективный комплекс с довольно удачным расположением Теперь же в 2019 году этому решили положить конец На комитете обсуждали предложения двух организаций, заинтересовавшихся горизонтовской территорией Это ООО «Атом Инвест» и школа танцев «Шторм Дэнс Студио», которой руководит Денис Настагонин «Атом Инвест» предлагает построить на этом месте что-то типа ФОКа, как продолжение торгового центра Однако фирма не хочет покупать землю, как полагается, через аукционы и торги А предлагает вместо этого весьма своеобразный бартер Администрации предлагается просто дать землю для строительства сооружения А «Атом Инвест» в ответ обязуется в течение пяти лет давать бесплатно любое помещение на два часа в день в пользование муниципалитету А тот, в свою очередь, отдаст эти часы своим спортивным учреждениям У частной школы танцев амбиции поменьше Танцоры хотят просто взять одно из зданий в аренду, откапиталить его и потом в перспективе выкупить В этих залах будут заниматься дети На данный момент никакого решения не принято Стороны решили пока отложить вопрос и сначала провести выездное заседание на месте со всеми заинтересованными лицами Возвращаясь к началу истории, хочу рассказать вам, почему меня вообще так волнует судьба горизонта Ну, стоит муниципальная земля и ладно, казалось бы, клубы ЦВР же получили другие помещения В далеком 2008 году именно на территории горизонта располагался клуб Армир Тогда еще занимавший ангар, впоследствии переданный городскому велоклубу Это тот, что на одной линии с воротами ближайшие двери к Атому Для тех, кто застал расцвет ролевого движения в городе, этот ангар все равно, что дом родной Мы проводили там больше времени, чем где-либо еще Мастерили оружие и доспехи, шили костюмы, тренировались в фехтовании, знакомились, общались Без преувеличения время было прекрасное А когда Армиру был выделен другой ангар горизонта, больше предыдущего и со вторым этажом ликованию ребят не было предела Огромное помещение легко вмещало в себя и станочные зоны, и рабочие столы, и место для установки полноценного ресталища Наверху была чистая зона, швейная мастерская и такой своеобразный чиллаут, где мы собирались почти каждый вечер, играли на гитарах, пели песни и общались В общем, место для клуба было почти идеальное, еще и закрытый двор к этому всему прилагался, там мы из лука стреляли Место было хоть отбавляй, больше сотни воспитанников могли заниматься здесь своими делами, совершенно не мешая друг другу Думаю, вы сможете представить эмоции воспитанника Армиры после того, как им сообщили, что из этого рая нужно будет переехать в здоровье Это значило поменять одно большое помещение на множество мелких, менее удобных, граничащих через тонкие стенки с разными другими учреждениями И главное, зачем? Ролевиков выгнали, а горизонт стоял пустым целых пять лет С лестничных пролетов атома отчетливо видно, во что превращается сейчас место, когда-то бывшее для нас всех вторым домом Теперь же, когда ситуация начинает меняться, очень хочется выразить пожелание, чтобы горизонт попал в правильные руки Пусть Армира здесь больше не будет, но мне очень хочется, чтобы в отремонтированных зданиях вновь кипела жизнь Носились активные и влюбленные в свое дело дети и подростки, чтобы горизонт, наконец, ожил Конечно, придется вложить немало денег, чтобы привести комплекс в порядок и сделать капитальный ремонт Поэтому из двух этих заявителей лично мне хотелось бы поддержать Дениса Настагунина из Storm Dance Studio Пусть речь пока идет только об одном из зданий, но Денис, в отличие от второго заявителя, не рассчитывает на халяву Он готов честно брать территорию в аренду, ремонтировать ее и использовать так же, как она и использовалась раньше Для детского развития и творчества Совсем замечательно было бы, если бы другие детские и молодежные творческие организации Тоже потянулись и заняли оставшиеся пустующие помещения горизонта на схожих условиях Получился бы эдакий многопрофильный творческий городок, в котором организациям было бы удобно сотрудничать и проводить совместные мероприятия Но это уже мои мечты и фантазии, не более Что же касается второго заявителя, Atom Invest, то всем нам, я думаю, отлично понятно, что это за юрлицо и какими финансами ворочает его владелец На фоне этого совершенно неоправданно выглядит их предложение с халявит на аренде, заменив ее довольно сомнительным бартером Если реализовать это предложение на практике, то городской бюджет не пополнится от слова совсем Земля уйдет из собственности города, а заявитель получит еще один шикарный источник дохода в виде частного спортивного учреждения Цены в нем будут, как мне кажется, не особенно социально ориентированными, если судить по схожим организациям, которые сейчас базируются в Atom Крайне невыгодный распад, да еще и заявитель сомнительный, прямо скажем Веры ему нет еще со времен незаконного дома и строительных махинаций в пойме Сатиса Очень сильно пострадавшего от этой стройки Сатиса, как нам всем известно По итогам комитета депутаты справедливо отметили, что долгосрочная аренда танцоров принесет деньги в бюджет города А дарение земли за бесплатные часы точно не принесет Им несложно не согласиться с народными избранниками в этом вопросе Мы продолжаем внимательно следить за тем, как протекает решение горизонтовского вопроса Обо всех новостях будем сообщать максимально оперативно Читайте зато новости в соцсетях, там информация появляется быстрее всего А репортажи, как обычно, первыми выходят на ютуб-канале Не пропустите ничего важного Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова